Строящаяся станция Хабинское поле. Одни предлагают переименовать ее в ЦСКА. Поблизости расположен стадион, другие все-таки хотят сохранить в названии привязку к местности. Напомню, новая станция станет частью третьего пересадочного контура и ежедневно сможет перевозить до 120 тысяч пассажиров. Наталья Смоленская увидела, как идет строительство. Диаметр 6 миллиметров. Чуть-чуть есть в передней влежащий инструмент, который впоследствии бурит грунт или режет грунт. После чего вошла к вам конвейер и выдает резервы на поверхность. Туннель-проходческий комплекс по имени Натали метр за метром болзет под землей. Прокладывает путь от Хадынского поля к станции Хорошевской новой линии московского метро. Строительство тоннелей уже близится к завершению. Мы ведем проходку в сложных городских условиях. Плотная городская застройка, дома, здания, сооружения, дороги, коллекторы. Плотная городская застройка на этом участке не помешала создать станцию не глубокого, как изначально планировалось, а мелкого заложения. Станция мелкого заложения расположилась в 26 метрах под землей. И чтобы сейчас сюда попасть, нужно пройти 9 этажей вниз. Спуститься сюда можно лишь через одну небольшую воронку в земле. Грунт здесь неоднородный, поэтому сваи, на которых держится вся станция, пришлось заглубить на 45 метров. Данный способ строительства подразумевает под собой предварительно закрытие всего периметра горных ворот, что, скажем так, создает некую кастрюлю, в которой можно уже спокойно рабочим строить. Над станцией, прямо под Ходынским полем, впервые смогли сделать и несколько этажей дополнительных помещений. Возможно, это будут торговые площади или парковка. Строительство подземного вестибюля уже почти завершено. На этом участке остались лишь инженерные и отделочные работы. Станция метро Ходынское поле станет частью второго кольца Московской подземки. Его еще называют третьим пересадочным контуром. Параллельно с этой станцией сейчас возводится Нижняя Масловка, Петровский парк, Хорошевская, Шелепиха и Деловой центр. А пока идет строительство, горожане спорят, как назвать станцию. Одни выступают за название историческое, другие за новое. Ведь поблизости сразу несколько объектов клуба ЦСКА, в том числе строящийся к чемпионату мира по футболу стадион. Это знаменитый клуб. Заслужил этот клуб, чтобы хотя бы метро было имени ЦСКА. Все-таки это территория ЦСКА, это территория всех наших спортивных объектов, которые рядом с ЦСКА. Время определиться с названием еще есть. Открыть движение здесь планируют в 2016 году. По проекту станция сможет принимать до 120 тысяч пассажиров ежедневно. Наталья Смоленская, Александр Кучеровский, Дмитрий Белоус и Александр Косенков. Вести. Москва.